Всем привет! Сегодня я решил испечь для вас вишневый пирог, который очень бюджетный. Все основные ингредиенты у меня под видео, на случай, если я оговорюсь, под видео будет правильный рецепт. Я буду озвучивать то, что буду добавлять я, и сразу же буду озвучивать то, от чего можно отказаться или изменить. Для начала активирую дрожжи. Я взял свежие дрожжи. Можно работать с сухими. Если будете работать с сухими дрожжами, взять нужно будет всего 5 грамм. 2 столовые ложки сахара и теплого молока. Если не хотите делать на молоке, то замените молоко на теплую воду. Не на горячую, а на теплую, иначе вы дрожжи свои сварите. Да, и касаемо сухих дрожжей, если они уже старые, то такими дрожжами лучше не работать. От того количества муки, которое я уже просеял, я взял буквально одну пиалку. Можете взять немножко меньше, немножко больше. Особой роли это не играет. Все тщательно перемешиваю, накрываю пищевой пленкой или полотенцем и убираю в теплое место. Если у вас с теплым местом напряженка, в стакан налить кипяток, накрыть пищевой пленкой и в микроволновую печь или в духовку. Только не включайте ни то, ни другое. Вот так, минут на 15, чтобы дрожжи начали работать. А я тем временем приготовлю начинку. Я взял вот такую вишню, которая называется зауаркиршин. У нас в магазинах она продается везде. Чистого веса 350 грамм, а остальной жидкость. Вишню я отбросил на сито. Половину вишни я забросил в измельчитель и грубо измельчил. Нет измельчителя, порежьте ножом. Пересыпаю вишню в кастрюлю. Добавляю 50 грамм сахара. 8 грамм ванильного сахара. За неимением ванильного сахара, просто в общей службе добавьте сахар всего 60 грамм. Добавлю 150 грамм вишневого сиропа от вишневого варенья. Если у вас нет вишневого, добавьте просто брусники. Суть от этого сильно не изменится. И добавим небольшую часть вишневого сока. И отправляю эту массу на плиту. Пока масса закипает, я добавил в пиалку 40 грамм крахмала. Если мало ли будете работать со свежемороженой вишней, то крахмала вам понадобится всего 25 грамм. И вот этим вишневым соком, который у нас есть, мы разведем крахмал. Если у вас нет такого сока, как у меня, добавьте либо воду, либо любой другой сок. И перемешиваем, чтобы крахмал разошелся. И как только вишневое масло у меня закипит, я ее этим крахмалом загущу. Масса закипела, я добавляю корицу. Если корицу не любите, то не добавляйте. И в кипящую масло заливаем крахмал. И перемешиваю. Убавляю температуру и даю крахмалу просто провариться, чтобы он не чувствовался. Вот примерно такой густой масса должна у вас получиться. После того, как крахмал проварился, добавляю ванильную эссенцию. За неимение таковой пропустите этот шаг. Все, масса готова. Оставшийся вишневый сок я отправил на плиту и подготовил форму для выпекания. Форму размером 26 см. Выстил пекарской бумагой. Не пергаментной. В пергаментной будет пригорать. Пекарской. Промазал борт сливочным маслом, можно растительным. Присыпал мукой и остатки муки просто стрес. Теперь подготовлю сироп. Он уже закипел. Отправляю в него 25 грамм сахара. И добавлю немного вина. Для цвета и для запаха. Любого красного вина. В идеале было бы то вино, которое у вас осталось от рождественских праздников. Тот же Глинтвейн. Если кому-то религия запрещает вино, пропустите этот шаг. Алкоголь как таковой выпарится. Поэтому такой пирог вы можете смело давать детям. Алкоголя в этом пироге уже не будет. Сироп немного уварим и он готов. Отставляем его в сторону, пускай остывает. Дрожжи уже у меня начали работать. Я продолжаю подготовку теста. Вбиваю одно куриное яйцо. Добавляю 60 грамм сметаны. Любой жирности. У меня 30%. 30 грамм сливочного масла. Можно его взять как теплое, мягкое. Или разогреть в микроволновой печи. Но так, чтобы она не была горячим. И добавляем сюда же. Тесто я буду вымешивать при помощи ручного миксера. Мощность у него всего 500 ватт. Добавляю всю муку разом. И вмешиваю тесто. Свой миксер я мочил буквально 7 минут. Тесто у меня готово. Смазываю чашку растительным маслом. Перекладываю тесто. Формирую его в шар. Накрываем пленкой или полотенцем. Небольшие отверстия, чтобы тесто дышало. И примерно на 1 час убираем в теплое место. Возможно немного дольше. В зависимости от того, насколько у вас тепло. Чтоб тесто у нас хорошо увеличилось. Ну а пока тесто подходит, можно посмотреть какой-нибудь фильм. Ну вот, тесто у меня прекрасно поднялось. Ну заняло примерно, может быть, час 15. Теперь я его 2 минутки на мной ему бока. Ну вот, 2 минутки я его помесил. Я оставлю еще минут на 10 отдыхать. Ну и начинаю раскатывать тесто. Мало ли, на случай, если у вас тесто будет прилипать, то немного припыляйте мукой. Вот и все. Раскатываем всегда от середины к краям. Так, тесто раскатал. И всю начинку перемещаю на тесто. Начинка не должна быть обязательно вишневой. Вы можете прекрасно купить джем, как вот сделал я, абрикосовый со смородиновым. И добавил немного орехов. В этом случае варить ничего не нужно. На случай, мало ли у вас начинка будет немного густовато, то вы ее еще, пока она находится в кастрюле, можете слегка разбавить тем соком, который вы взяли для пропитки. В смысле этим, который я уваривал слегка. Ну и распределяем массу по всей поверхности. Готово. Теперь я беру примерно сантиметров 10 от края, потому что нужно учитывать, что тесто будет подниматься, и чтобы оно не вышло у меня за борт формы. Примерно сантиметров 10. Вот так. Складываем пополам. И закручиваем. И укладываем форму. Вот таким образом. Последующие я буду разрезать также по 10 сантиметров, но с этой стороны. Пополам, пополам и пополам. И для простоты я их еще раз просто пополам перережу, потому что мне их нужно перенести будет на... Точнее, в форму. Теперь отправляю форму в полиэтиленовый мешок. И еще на 40 минут на расстойку в теплое место. Так, ну пирог настоялся. Он уже готов к выпеканию. Так, расстойка заняла немного больше времени, потому что, ну, я не знал того. Супруга, оказывается, выключила батарею. Так бывает. Так, ну и отправляю его в духовку. 180 вверх-вниз. Для начала на 35 минут. Возможно, я еще 5 минут докручу. Так, духовка прогрета. И вот в это положение, то есть на одно деление ниже среднего. И процесс пошел. Пирог готов. 40 минут мне понадобилось в общей сложности при температуре 180. И вот пока он еще горячий, я его обработаю сиропом. Количество пропитки. Здесь каждый пусть решает для себя сам, насколько влажным он любит пирог. Я использовал весь вишневый сок. Я люблю очень влажные пироги. Сиропа я в этом случае не жалею. Хочу вам дать маленький совет от меня. Если будете печь или пытаться печь дрожжевые пироги в мини-духовках, не делайте этого. Они ничем хорошим не закончатся. У меня, по крайней мере, не получилось ни разу. Бисквиты выходят прекрасные. Ничего не могу сказать. А вот именно дрожжевые совсем не идет. Так, ну вот этого будет достаточно, чтобы он не был у меня сухим. Дальше. У меня заскучал в холодильнике смородиновый сироп. Если у вас есть, то хорошо. Если нет, возможно, есть кленовый. Возьмите кленовый. Нет ни того, ни другого. Ну, тогда просто возьмите варенье. И все. Он более темный. И я хочу придать, скажем так, блеск своему пирогу. Чтобы он, так сказать, стал красавчиком. В принципе, пирог несложный. Единственное, да, он занимает, конечно, время. Пока растойка, пока то, пока сё. Ну вот и все. Остаю пирожок. Остывать. А потом мы его раскроем вместе и посмотрим. Пока он еще горячий. Этот пирог вы можете приготовить также и закрытым. Рецепт количества теста для этого я оставлю под видео. Раскатать крышку и точно так же выпекать. Пирог подостыл. Он еще тепленький, слеганца. Но это уже не имеет значения. Уже нормально. Аккуратненько снимаем кольцо. Ну, теперь его нужно будет перебросить на доску. Ну и сделаем разрез. Ну и на боковинку его. Давайте мы его сделаем вот так бочком. Ну, выглядит он вполне приемлемо. Очень-очень мягенький, как вы сами видите. То есть все у меня получилось, как и должно было получиться. Да, ну на это все. Пойду угощать супругу. Она уже просила пирожок. Всем пока.